В Нальчике перекрыт канал финансирования террористов. Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать бандитов, которые вымогали деньги у предпринимателей для боевиков. На требование остановиться преступники ответили огнем. Один из них был ликвидирован, другого удалось задержать. Это еще одна успешная операция Национального антитеррористического комитета. А в Москве сегодня подводили итоги работы за год. По данным директора ФСБ, в 2015-м удалось предотвратить 30 терактов. Были уничтожены более 150 боевиков, в том числе 36 главарей. Свыше половины из них присягнули на верность ИГИЛ. В общем, по стране количество преступлений террористической направленности сократилось в 2,5 раза. Повышенное внимание уделяется предотвращению выезда россиян за границу для участия в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке. Усущены попытки в Сирию и Ирак более 100 граждан Российской Федерации. Установлены более 2900 россиян, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций в указанных странах. Из их числа 198 уничтожены во время боевых действий за границей, 214 вернулись в Россию. Все они взяты под плотный контроль правоохранительных органов. 80 осуждены, 41 арестованы. Одновременно правоохранительные органы активизировали работу по защите российского сегмента интернета от распространения экстремистских материалов. Одна из главных задач на следующий год – поставить заслон на пути боевиков, которые могут попытаться проникнуть в Россию из зон вооруженных конфликтов. Субтитры создавал DimaTorzok